Человек и белка, которая не оставляет его ни на секунду. Такую картину можно часто наблюдать на улицах польского городка Щецин. «Я гулял с собакой и вдруг что-то почувствовал под ногой. Оно зашевелилось. Подумал, ну не могут же орехи и каштаны шевелиться. Я поднял это, и оно оказалось белкой, тоненькой, как шнурок». Сначала Тадеуш подумал, что бельчонок не выживет. Слишком уж маленьким он был. «Я прижал его, он согрелся и начал двигаться. Тогда я подумал, что всё будет хорошо». Человек принёс белку домой. В интернете прочитал, что её можно кормить козьим молоком. «Он взял пипетку в лапки и начал пить. Высосал три пипетки подряд. Я назвал его питеком. Он был такой же крохотный, как та пипетка». Тадеуш отвёл для бельчонка отдельную комнату – охотничью. «Теперь там всё покусано, даже двери. В его комнате деревянный пол, а под ней моя спальня. Он просыпается в шесть утра и начинает скакать». Необычный питомец радует и соседей. «Каждый хочет, чтобы белка на него взобралась, особенно дети. Люди на улицах угрюмые. Но когда видят белку, то расплываются в улыбке до ушей. Хоть какая-то радость для них». Мужчина говорит, что совсем не настаивает, чтобы белка оставалась жить у него. Но у белки свои соображения. «Он может прыгнуть на дерево и убежать. Я хотел бы этого, но он сам не хочет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова